Как являюсь по партийной линии куратором Молодовецкого района, Сарфинского района, да, столкнулись там и с таким давлением, взялом не понимали, почему так, да, на моей практике, как бы, первый раз с таким сталкиваюсь. И так получилось, как вот, расскажу, внимание, небольшой пример. Когда она нам отказала, писали, Тика, вышли, ну, с кабинета, что-то забыли, вернулись. Она уже докладывает замглавы администрации о проделанной работе. Это что такое, что она коммунистов там зарубила, она не пускает. Ладно, мы... Коммунисты, что ли? Да, это что такое, вот, ну, как бы, тоже такой прецедент. Ладно, там команда очень сильная, и вот они сейчас и всякими, как говорится, не мытьем-то катанием, да, пытаются не допустить. Ну, немножко прозревали, что восьмого их пропустили, а в РМО и атомодатник не пропустили. Ну, я говорю, ну, бейтесь так, уже в селе, в село завоевываете. И раз там где-то что-то, если проиграем, вдруг. В Сорбинском районе аналогичная ситуация практически, ну, там попроще. Тоже выслуживается, выслуживается. В итоге сейчас пришел новый глава, буквально вызывал нашего секретаря. Он готов проиграть уже. Проиграть готов, только, говорит, сильно не-то, шашками не махайте. Потому что ему ничего не будет уже. Потому что его поставили там за три дня, ну, да, условно говоря, до выборов. Потому что все комиссии не его. Администрация тоже никто не знает его. Ему это как простят. Ну, скажем, то, что они выслуживались, это вот говоришь, что все равно через суд мы добьемся. Администрация улыбается. Наверное, докладывают, что мы на своей стадии, мы зарубили. Все. Мы такие белые, пушистые. Когда все через суд восстанавливается, говорят, ну, так. Уже когда один-на-один, ну, мы не хотели, нам сказали. Кого-то своей головы нет у него. Сейчас время придет и поменяете все. И ее тоже никуда не возьмут. Люди вот, не понимая о том, что, хочу добавить, так сказать, что жизнь продолжается, дети растут, внуки растут. Потом, как они будут жить, это я не понимаю. Им придет с тобой уезжать тогда отсюда. «Баранья лопатки», представленный в очерке народного поэта-калмыкии Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке – «Mendift NB». Здравствуйте, это я. Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучиях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.